Предварительно череп, который был обнаружен, 28 примерно скелетированных останков различных костей скелета человека были обнаружены, в том числе и череп. Череп похожий монголоидный. Останки нашел в Тамбовском районе местный житель. Сотрудники следственного управления по сообщению коллег из муниципалитета выехали на местность. Как оказалось, кости на поверхность выбросил барсук, когда рыл себе нору. При помощи эндоскопа правоохранители осмотрели жилища животного на наличие других костей. Этим прибором с экраном и камерой на длинном гибком проводе можно находить предметы в труднодоступных местах, в том числе и под водой, так как шнур изолирован по всей длине. В чемодане у криминалистов есть и другие инструменты для обнаружения следов преступления – лупы, линейки, а также источник экспертного света. Вы можете посмотреть, с этой стороны входные отверстия, дробовые, а с этой выходные. Этот пиджак используется в работе для обучения молодых специалистов. По условной ситуации он принадлежал человеку, который погиб в результате огнестрельного ранения. На нем невооруженным взглядом можно увидеть следы, но для того, чтобы определить, кровь это или нет, нужно надеть специальные очки, выключить свет и посмотреть с помощью прибора на пятна. Они отобразятся черным цветом. Этот ультрафиолетовый фонарь сможет показать даже старые и замытые потеки крови. По словам старшего следователя Татьяны Максаковой, преступники, чтобы скрыть следы, идут на разные хитрости. Были разные ситуации. Например, в квартире, где было совершено убийство, после этого произвели уборку. За собой убрали все бутылки, которые выкинули недалеко на мусорку и произвели влажную уборку. С моющими средствами мы замыли все следы. Следы рук мы обнаружили на объектах, которые находились в холодильнике. То есть перед этим они выпивали, закусывали огурцами, салом, банки, соответственно, поставили в холодильник. Мы осматривали все предметы, в том числе извлекли объекты из холодильника, на них обнаружили следы рук. Для идентификации личности преступника по отпечаткам пальцев проводится дактилоскопическая экспертиза. По словам специалистов, технология проявления следов зависит от срока давности. Если им от 1 до 14 дней, то достаточно специального порошка. Эксперт проводит кистью по поверхности и уже через несколько минут проявляются невидимые отметки. А вот когда отпечаткам от месяца до нескольких лет, то понадобится особое оборудование. Есть известные случаи, когда сотрудник главного управления криминалистики изъял следы рук с автомобиля, утонувшего вместе с трупом. То есть убили человека, посадили его в автомобиль и скинули его в водоем. В водоем он пролежал 4 года. То есть после извлечения автомобиля из воды, следы рук с автомобиля, когда его сталкивали, были сняты. Татьяна Викторовна отмечает, сохранность следов зависит от температуры воздуха, воды и материала, из которого сделана поверхность, где они оставлены. Например, если это книга или дерево, то идентифицировать хозяина отпечатков возможно и спустя 15 лет. В ведомстве помимо действующих следователей проходит обучение и студенты. Для тренировки будущих экспертов создан макет жилого помещения, где можно сымитировать ситуацию, при которой произошло преступление. Эта так называемая квартира повидала не один сценарий вероятного деяния. Ведь для оперативного его расследования криминалист всегда должен быть на три шага впереди преступника. Практикант Иван Карев после подобной экскурсии в следственное управление региона сам попросился на стажировку в отдел криминалистики. Молодой человек рассказывает, что учится на третьем курсе юридического факультета и пока еще определяется с выбором будущего направления своей работы. Просто интересная работа в целом. То есть нет чего-то конкретного или определенного. То есть в общем работа с различными вещественными доказательствами. Видишь то, чего не видят другие. Криминалисты выезжают на преступления во все районы области. В пути проводят от нескольких часов до пары дней. Порой на сбор материалов уходит от одного до девятнадцати часов. При этом нагрузка у специалистов колоссальная. В работе у одного следователя может быть от шести до пятнадцати дел единовременно. Тамара Заболоцкая, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.